Всем добрый день! Сегодня я буду готовить плов. Пловы есть множество рецептов. Очень много. Каждый выбирает для себя своё. У нас в семье прижился вот этот рецепт. Начнём с того, что нужно порезать мясо. У меня свинина. Свинина без косточки, но я больше, конечно, люблю с косточкой. Плов получается более сочный, более насыщенный. Но будем делать без косточки. Начнём с того, что порежем мясо. Порежу я мясо. Средними кусочками, не надо сильно крупными, не надо очень мелкими. Средними кусочками этого будет достаточно. Я делаю плов в мультиварке. Поэтому в кашу от мультиварки добавляю масло подсолнечное. Закладываю мясо. И ставлю в мультиварку обжаривать. Я включаю мультиварку на режим жарки. Выбор программы. У меня здесь автоматически высвечивается 15 минут. Но я обычно немножко прибавляю время. Лучше пускай останется, чем не хватит. И обжариваю мясо. Пока мясо у меня обжаривается, я подготовлю морковку и лук. Про мясо не надо забывать, его нужно мешать всё равно. Начну с морковки. У меня там было где-то полкило свинины. Ну, я взяла вот 2 таких приличных больших морковки. Я её на тёрке не тру. Я режу брусочками. Вот такими средними брусочками. Так, с морковкой я закончила. Теперь надо разобраться с луком. Я, в принципе, режу лук, ну, когда полукольцами, когда кубиками. Как вам будет удобно, так, в принципе, и режьте. Вот, у лука у меня здесь 2 хорошие большие головки. Ну что, пока я ковырялась лукой и морковкой, мясо обжарилось. Теперь мясо нужно посолить. И поперчить. Так, теперь закладываю лук и морковку. И лук. Не перемешивать, пускай остаётся слоями. Теперь рис. Рис я меряю обычным гранёным стаканом. Самая надёжная мерка для меня. В данном случае я насыплю 2 стакана. Теперь вода. Воду я добавляю. Ну, рис варится вообще из расчёта стакан риса 2 стакана воды. Но в плове я наливаю воду, чтобы чуть-чуть прикрыло рис. Добавляю соль. Как вы знаете, рис берёт много соли. Ну вот, пару чайных ложек хватит. Добавляю в зиру. Немножко прям. Специи для плова. Я никогда не беру в пакетиках. Я всегда беру, прихожу на рынок и набираю отдельно. И добавляю я чуть-чуть сладкой паприки красной. Не знаю, почему тот он придаёт такой вкус интересный плову. Закрываю крышкой. Выставляю режим плов. И на час забываю про мультиварку. Ну что, прошёл час. Мультиварка сообщила, что плов готов. Сейчас я его открою. Опа! Упала. Перемешаю. Ну, как вкусно пахнет. Красота. Прям так хочется сразу покушать. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.